Всем привет, с вами Гобс, и сегодня я расскажу вам про очень странную демку Star Wars Redemption. Эта демка официально стала бесплатной примерно неделю назад. Представляет из себя набор уровней с пробежкой персонажа. Нам дают, ну считай, 4 уровня, и один из них типа тренировочный. На самом деле это часть последнего уровня, который нам дают посмотреть. Что же из себя вообще игра представляет? Ну, по идее, она сделана по мотивам войны клонов, ну и немножко должна затрагивать повстанцев. Давайте я расскажу вам сначала о хороших вещах, а потом перейду к тому, что оно из себя вообще представляет. Очень хороший визуал. Красиво, аккуратно, запускается более-менее нормально. Персонаж внешний тоже красивый, из-за которого ты играешь. Это женщина-джедай, только в мандалорской броне. На самом деле это броня клонов с джетпаком. Но, тем не менее, она похожа на мандалорку больше, чем на джедая. У нее два меча, но по сути она использует один. И, кстати говоря, она их использует не стандартно, как это делают все джедаи ручками, а использует с помощью силы. Ну а теперь перейдем к тому, что в демке нам не показали. В демке нам не показали врагов. Единственное, чем ты будешь в демке заниматься, это собирать стрекозок. Вы только вдумайтесь, собирать стрекоз в игре по Звездным Войнам. Ладно, хорошо, местами стиль вообще не попадает. Ну, это ладно, это не проблема. Может быть, это даже стандартные пресеты, может не стандартные. У людей бывают проблемы с этим, нет денег, нет времени. Хорошо, к этому претензий нет. Но твою ж мать! Если ты делаешь игру по Звездным Войнам, ты должен дать возможность ухандокать врага как минимум. На секундочку, это версия игры 1.4. Он обещал, что будут какие-то обновления. Кстати говоря, пацан француз, но единственное, что, судя по тому, что я прочитал, есть у меня подозрение, что он хочет уже закончить этот проект. Потому что впервые о нем было слышно еще 4 года назад. Но там же ничего не доделано. Вот просто ничего. Это как, блин, называется? То есть, да, она действительно красивая. Кстати говоря, вспоминаю еще один момент. Геймдизайн просто отвратный. Непонятно, куда идти, при том, что по идее должно быть понятно, но непонятно. Потому что сделано абы как. Плюс ко всему, нет ограничений по миссиям. То есть, ты можешь вылететь за пределы карты как нифиг зафиг. Даже если этого очень не хочешь. Умереть ты, собственно говоря, не можешь. Силу использовать не можешь. Зато есть дабл прыжок и прыжок с небольшим зависанием. Но это привет из Академии джедаев. Это, конечно, все замечательно. Но где игровой процесс сам по себе? Не собирание стрекозок с миссией где-то на 50 секунд примерно. И то, если стрекоза где-то не застряла. Да, они еще могут выйти за пределы карты сами иногда. Но это полный пипец, в общем. Также в игре очень странная вещь со звуком. Звук вроде бы хороший, но он так переборщил со звуками. Они так не вовремя включаются. Что хорошие звуки в отдельности превращаются иногда просто в какую-то какофонию. В самом плохом смысле этого слова. Если подводить некий итог. Это не игра. Это даже не демка. Это просто показ для твоих инвесторов, наверное. С другой стороны, я не могу судить этого человека, потому что это фанатская работа. Хотя я вспоминаю такую игру как Вектор. Которая является попыткой фанатов возродить онлайн режим Академии Джедаев. И сразу его становится менее жалко. Потому что, по идее, это все уже должно было быть по факту. Но он этого не сделал. Плюс ко всему, у меня Windows ругается на эту сборку. В общем, как-то так. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Я все читаю. Ну и, конечно, не забывайте, самое главное. Пьяный гоблин должен оставаться пьяным. Всегда. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok